В Доме культуры Станицы Северской прошла открытая сессия совета. С докладом о работе администрации за 2023 год выступил глава поселения Олег Ратников. Расходная часть бюджета Северско-сельского поселения за 2023 год исполнена в сумме 207 миллионов рублей. Наибольший вес расхода приходится содержание и обтужение жилищно-коммунальной сферы, социальной сферы поселения. Расходы по муниципальным программам. С отчётами выступили председатель поселенческого совета и представители МВД. После докладов у жителей появилась возможность задать волнующие их вопросы. Большинство касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог. На съезд, получается, с федеральной трассы, когда съезжаются на Энгельсо, но там явочным ремонтом точно не обойдутся. Будет ли что-то там делаться? И точно так же тротуары. Я понимаю, что у всех головная боль тротуары, но тут съезжают все машины с трассы, ходят дети, ходят также, как говорится, мамы с колясками со всеми и также едят машины. В улице Энгельсо будет строить, достраивать в этом году спортивный комплекс. Поэтому и дороги, я думаю, что мы запланируем потом сделать тротуар даже до этого нашего спортивного комплекса. Жители станицы Северской, которые проживают за мостом через реку Убин, давно просят построить сетевые магазины, чтобы не ездить в центр за покупками. Поиски такого земельного участка ведутся в новом из Северсо. Как быстро они смогут это сделать, пока мы не можем ответить на ваш вопрос. Потому что в основном они ищут уже сформированные, они рассматривают сформированные земельные участки, которые находятся в собственности уже у людей и с точки зрения их выкуп. Но тем не менее, в настоящий момент такая работа со стороны крупных компаний и сетевых ведется. Олег Ратников в должности главы чуть больше двух месяцев. Но до этого неоднократно избирался депутатом совета поселения и его председателем. Так что о проблемах районного центра знает не понаслышке и активно ищет пути их решения. Бывшие коллеги единогласно признали работу Олега Владимировича и его команды удовлетворительной. Глава района Андрей Дорошевский и депутат законодательного собрания края Сергей Орленко поддержали это решение. «Я хочу вас всех поблагодарить, поблагодарить Олега Владимировича, поблагодарить депутатский корпус, поблагодарить общественников. Один глава все вопросы знать просто физически не может. А вы есть на местах, вы видите, вы даете обратную связь. Это очень важно. Те проблемы, которые есть, они решаются достаточно мобильно и четко. Поэтому я хотел признать работу, но она делится удовлетворительной или неудовлетворительной. Конечно, как удовлетворительной, но в целом я отметил бы ее, конечно, от себя, если лично только от хорошей». Субтитры создавал DimaTorzok